здравствуйте дорогие гости моего канала добро пожаловать в этом видео я вам расскажу кратенько как происходит постановка на учет по беременности это моя шестая постановка на учет по беременности но все равно тоже было немножечко страшненько когда это дошло поскольку врач был новый женская консультация тоже как правило лучше всего приходить рано в 8 утра для того чтобы сразу можно было подавать кое-какие анализы которые вам назначат ну и плюс обычно очереди по постановке на учет достаточно большие в женских консультациях с собой иметь паспорт и все анализы документы которые у вас есть касательно беременности в любом случае лучше всего узнать в конкретной консультации заранее что нужно для постановки на учет поскольку каждая консультация это свой отдельный маленький мир в котором могут быть свои правила в этот день я сдала кровь и мочу ну как знаете что беременным мочу сдавать нужно каждые две-три недели поскольку это важный показатель состояния здоровья беременной поэтому женскую консультацию желательно конечно выбирать поближе к тому поскольку ходить каждые две-три недели придется и если это далеко будет не очень удобно во время постановки на учет доктор делает нужные замеры к примеру вашего таза вашего живота в зависимости от срока в котором вы придете постановиться на учет лучше всего конечно это с 8 до 13 недель это идеальный вариант но в этот раз так получилось что я пришла становиться на учет в 16-17 недель ну это уже поздновато и за 6 беременности это первый раз так поздно я вставала на учет но также скорее всего доктор захочет посмотреть вас на кресле и взять необходимые анализы для исключения воспалений и прочих неприятностей но кстати вы имеете полное право от этого отказаться поскольку если у вас была угроза либо есть угроза то чтобы вас не нервировать доктор не должен настаивать на осмотре на кресле а еще конечно же вас взвесят и будут записывать всякие разные бумажки которых достаточно много поэтому при постановке на учет нужно рассчитывать на 2-3 часа времени которые придется потратить в женской консультации но это конечно единоразово так после прием у врача гинекологов консультации будет занимать в районе 20-30 минут в этой консультации меня отправили платить благотворительный взнос но это есть не везде и от него можно отказаться особенно если вы становитесь в женскую консультацию по своей прописке я становилась не по прописке поэтому не стала с ними спорить привет ну что я наконец-то встала на учет женскую консультацию сегодня 16 недели 6 дней впечатления были самые противоречивые потому что меня вчера очень сильно напугали что врач грубая женщина врач оказалась очень милой женщиной старше меня наверно раза в три ну это грубо говорю в общем ей за 60 то есть она такого старшего поколения и больше относилась отнеслась ко мне как дочки вот так очень нежно но это пока первое впечатление скажем так поставила с собой вот такое там посмотрим сама женская консультация мне очень понравилось все на месте анализы в общем и кровь и все остальное то есть все по месту никуда бегать не нужно как мне это приходилось сделать другой консультации это большой плюс также практически вся консультация это одни беременные очереди есть но не катастрофические плюс тоже еще один большой плюс что можно записаться к врачу на определенное время то есть когда доктор назначает следующую явку она записывает себя на определенное время и на это же определенное время ты приходишь не ожидая долго в коридоре потому что 17 недель это еще не 40 что там скажут скажут дальше делать надо будет посмотреть сейчас назначили анализы самое необходимое которое нужно сдать ну и собственно следующая явка 28 сентября постановка на учет всегда волнительное событие даже если ты становишься не в первый раз главное конечно попасть это к хорошему доктору который будет тщательно наблюдать за твоей беременностью и сохранить свои беременные нервы тогда есть шанс что беременность пройдет максимально гладко и спокойно но с вами была маша муллер мой дневник шестой беременности и всем пока